Начальник управления Росгвардии по Самарской области Александр Исауленко свой пост занимает с октября прошлого года. До этого работал в Краснодаре. Самарским журналистам рассказал, что впечатления пока лишь положительные, оперативная обстановка в губернском центре спокойная, а коллектив профессиональный. Например, никаких дисциплинарных замечаний к подчинённому у него пока не было. Основная задача сотрудников спецподразделений — круглосуточное оказание силовой поддержки коллегам при проведении различных операций. В 2017-м СОБР, ОМОН и авиационный отряд Росгвардии принял участие почти в 2,5 тысячах мероприятий, а на маршруты патрулирования в Самарской области каждые сутки выходят более 120 групп вне ведомственной охраны. За прошедший год их экипажи задержали более 180 человек, находившихся в розыске. За прошедший год подразлениями вне ведомственной охраны пресечено порядка 43 тысяч правонарушений, в том числе порядка 5 тысяч противоправных деяний уголовной направленности. Обеспечена надёжная охрана свыше 25 тысяч объектов. В федеральном бюджете перечислено свыше 315 миллионов рублей. За прошедший год, с радостью отмечаю, фактов крашено охраняемых объектах и квартирах не допущено. Сейчас особое внимание Росгвардии уделяет подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В частности, ведомству переданы полномочия по контролю за оборотом гражданского оружия. На учёте в Росгвардии стоят более 80 тысяч его владельцев и почти 600 частных охранных организаций. В 2017 году общая сумма штрафов за различные нарушения в этой сфере превысила 6 миллионов рублей. Кроме того, по закону с 25 мая по 25 июля на территории всей области будет запрещен оборот оружия. Во-первых, это будет ограничение деятельности всех оружейных магазинов, часть торговли оружия. То есть магазины будут закрыты, все комнаты хранения оружия будут опечатаны. Будет приостановлена работа тиров, стрельбищ. Охота с 25 мая по 25 июля будет прекращена. Обеспечение безопасности во время Мундиали, а также при проведении выборов президента России – главные задачи в наступившем году. План действий уже есть. А вот на вопрос о том, будет ли привлекать Росгвардии дополнительные силы во время проведения футбольных матчей, Александр Исауленко отшутился, сославшись на военную тайну.